здравствуйте дорогие садоводы любители сегодня 29 июня 2020 года хотела показать как расцвела у меня плетистые розы альбертина досталась она мне из садов россии пересортом честно говоря не знала кто она такая но потом выяснилось что она однократно цветущие конечно сперва расстроилась но потом влюбилась можно сказать особенно в этом году очень красиво и цветок у нее средних размеров не густо набитый при полном отцветании показывать серединку розы самоочищающиеся но я конечно до этого не довожу что там коробочки завязывались обломают цветочки потом уже буду обрезать когда полностью кисточка цветет розы неприхотливые то есть вот эту зиму она пережила очень хорошо стояла на мне полностью в воде уже честно говоря переживала ничего страшного видите какая красота два дня назад у нас был сильный шквалистый ветер вот побеги все растрепала сегодня пришлось мне заново все подвязывать все конечно скололась потому что она очень колючие недостаток у нее есть что она очень колючие когда вот при ветре они ветки друг друга царапают болячек таких особых она не хватает не больше других не единстве то что цветет однократно то есть мне понравилось подвязывать на арматуру плетистой розы можно подойти полюбоваться со всех сторон и третий год высота у нее где-то три метра ширина на это же метра полтора уже очень мощная роза побеги не очень гибкие то есть прикладки на зиму никаких проблем с ней нет хочешь так и завернешь хоть кольцо зимой то она достаточно хорошо даже очень хорошо можно сказать без потерь то есть когда выяснилось что это альбертина и стала характеристики читайте там она и дождь и плохо переносит писали и всякие болячки цепляет на средней полосой тем более мы живем в низении у нас и речка рядом почти и в лес то есть нас постоянные туманы ничего как тут нормально все как-то первый год у нее была там чуть-чуть мученистая росла но это во всем саду было то есть больше других она на себя ничего не цепляет розочка вообще молодец почитала про нее оказывается выведена она была в 1921 году французским селекционер борьбе представлены миру 1921 году сколько же лет старинная французская роза даже интересно на солнце она прям от розовый цвет заметила роз прям такой переливающийся показывает со всех сторон соцветия не очень тяжелые приходится постоянно подвязывать здесь вот конечно в этом году шикарно то есть розе нужно дать время чтобы она показала себя не судить о розе по первому году это вообще бесполезно сегодня когда подвязывала заметила желтые бутончики которые отпадают то есть розе уже не хватает питания потому что бутончиков еще очень много цвести нам будет еще наверно недели две поэтому сегодня буду подкормить плантофолом под корень чайная ложка и даже сейчас девочки с горкой не ложу не жадничаю лучше не докормить чем перекормить чайной ложкой на 10 литров воды и под корень то есть по листу я же больше экспериментировать не буду и не хочу что на лагуна свою посмотрю прям плакать охоты также провода провожу обработки от грибковых и от паразитов потому что они не дремлют постоянно хотят нагадить то есть чтобы это прокормить такую массу цветов и листовище розе нужно очень много воды и питания что поэтому сегодня вечером буду обязательно кормить ну что про нее еще сказать красавица цветет гонит базальные побеги побеги новые пока обрезаю или укорачиваю потому что когда цветет от эти 7 надо будет вырезать она уже нарастет новые более крепкие так очень красиво зрелище такое сейчас сад прям из сада бы не уходил такая лавина цветов розовая бомбушка в пару я к ней посадила жасмину то есть то по моему цветет несколько раз засидел буду друг друга дополнять это единственное почему тут пишут про аромат насыщенный я аромат вообще не чувствую даже слегка слегка если но смуткнуться чуть-чуть только розовый такой аромат так вообще безароматные но это и не портит просто стоишь и любуешься просто красота показы медленно чтобы насладиться всей красотой просто не хочется отходить от нее жаль что цветет только месяц всего доброго до свидания а а и а а а